Добрый день, уважаемые зрители! Это программа «Двойной вопрос» и я ее ведущий Данил Ноздряков. 27 января глава города Ульяновска Сергей Панчин объявил, что исполняющим обязанности глава администрации Северского района будет Наиль Ивмакулов. Человек в городе довольно известный, много времени возглавлявший Заволжский район. Более полугода Северский район был без руководства. Ротация кадров вызвана необходимостью повышения эффективности работы на местах, а прокомментировал назначение Сергей Панчин. И сегодня у нас в студии Наиль Хосянович Юмакулов, исполняющий обязанности главы администрации Северского района, и Илья Владимирович Ножечкин, председатель Ульяновской городской думы. И, Наиль Хосянович, первый вопрос, наверное, к вам. Какие проблемы вы видите основными в Северском районе, и как планируете их решать? Добрый день. Ну, прежде всего, основной из проблем, которые сегодня являются в Северском районе, проблема благоустройства. Даже сейчас вот выпал снег, и мы понимаем, что у жителей есть проблемы по очистке тротуаров, по очистке, значит, соответственно, магистралей, подъездных путей к торговым сетям, до школьного образовательного учреждения, школам и так далее. И сегодня, это общаясь с жителями Северского района, они задают очень много вопросов. Поэтому здесь необходимо вести порядок. Это первое. Второе, это коммуникация с жителем Северского района. На сегодняшний день, ну, вот первые два дня я уже в должности, могу сказать, что, ну, достаточно редко жители Северского района обращаются именно в администрацию. Больше пишут губернатору, президенту, там, главе города и все. То есть, как таковая коммуникация, она, соответственно, сегодняшний день, насколько так, находится на низком уровне. Третье, что это, конечно, работа с предприятиями Северского района, Северского района, как и Заложский район, является крупным промышленным районом. И поэтому здесь необходимо выстроить отношения для решения вопросов экономического развития с предприятиями, значит, Северского района. С малым и средним бизнесом, соответственно, выстроить. Восстановить работу совета директоров Северского района и вывести на новый уровень сегодня. Выстроить работу с предпринимателями малосреднего бизнеса, соответственно, всего. Далее, сегодня жители достаточно активно задают вопросы в сетях по развитию Северского района с точки зрения общественных пространств, с точки зрения решения программы «Городская комфортная среда». И буквально сейчас мы с коллегами объезжали ряд территорий, которые, соответственно, на сегодняшний день отремонтированы благодаря депутатскому корпусу, благодаря главе города, губернатору Ульяновскому Сергеевичу Морозову. И, конечно, они хотят, чтобы эта программа была продолжена. На следующий год, точнее, на 2020 год, прошу прощения, уже 27 дворов в Северском районе, они, скажем, в программе, и мы их отремонтируем. Очень серьезная проблема по Северскому району – это несанкционированная торговля. Она развернулась, соответственно, на проспектах, на улицах. И я хочу сказать, что буквально вчера я уже выезжал и, соответственно, этой проблемой знакомился, значит, посмотрел, с людьми переговорил. Вот, и мы будем эту проблему в том числе серьезно решать. Мне, кроме того, удалось уже за эти два дня встретиться с руководством РОВД Заволжского района, Заволжского района, с руководством, соответственно, всех федеральных структур, которые сегодня осуществляют свою деятельность, соответственно, на территории Заволжского района. Для меня, учитывая опыт работы в Заволжском районе, является то, что нет, значит, федеральных структур, региональных структур и городских. Для меня есть структуры, которые работают для жителей Заволжского района. И мы с ними будем выстраивать отношения для того, чтобы жить в Заволжском районе стало комфортно, Чтобы люди могли понимать, что они с точки зрения решения вопросов обеспечения безопасности были в комфортных условиях. Кроме того, буквально вчера мне удалось встретиться и накануне пройти пешком по школьному маршруту лицей номер 100. Сейчас эта тема очень широко обсуждается в сетях, потому что лицей по уместимости на тысячи посещений. А желающих сегодня, с учетом того, что Юго-Запад развивается, их в разы больше. И поэтому, конечно, все родители хотят, чтобы дети попали именно в сотый лицей и обучались именно в стенах современного, очень такого красивого, с точки зрения образовательного процесса, нужного для всех нас образовательного учреждения. Поэтому вчера встречался с этой инициативной группой, мы переговорили много вопросов, сложных вопросов. Будем тоже совместить с общественностью, с родителями этот вопрос решать. И одновременно прошли уже по маршруту школьника, как дети будут добираться по тротуарам, по тем дорогам, которые сегодня не везде, скажем так, имеют место быть. В связи с тем, что у нас проблемы с Юго-Западом по застройке. Вот основные проблемы, пока за два дня работы я их вижу на сегодняшний день. И будем, соответственно, решать их. Я знаю, вы представляли уже свою программу на заседании городской думы, где были описаны основные направления работы или не было такого еще. Но была, я знаю, что программу вы уже готовили. Да, я, когда в первый день знаком представлению главой города Сергея Сергеевича Панчин, обозначил для себя 10 задач, которые, в первую очередь, соответственно, необходимы будет нам, нашей командой Заволжского района, я все оговорил, Заволжского района решить. Прежде всего, это, конечно, вопрос номер один демографии. На сегодняшний день, значит, социальная поддержка населению, создание новых рабочих мест, увеличение заработной платы, в соответствии снижение уровня бедности, снижение уровня неформально занятости, это стоит вопрос номер один для Заволжского района, ну, наверное, для нашего города и нашего региона. Далее, второй вопрос, который я поднимал, это благоустройство, я уже о нем говорил более подробно. Мы будем работать с предприятиями, которые прилегающие территории, значит, должны в нормативное состояние приводиться, очистку улиц, дорог и так далее. Вот, благодаря, я уже говорил, поддержке губернатора Сергея Ивановича Морозова, в 2020 году 27 общественных пространств, дворовых территорий, будут приведены в рамках, значит, федеральной программы нормативное состояние. Мы будем проводить, значит, благоустроить работу в парке молодежном, парк нового поколения, значит, особую, мы хотим особое внимание уделить строительству коммуникации, инфраструктуры, в том числе и пригородной зоны. У нас свежая пригородная зона, очень такая серьезная, скажем так, направление, будем в отношении работы. Ремонт системы водоснабжения по проспекту 53-го ЛКСМ, дом улицы Автозаводская, Западный бульвар, Минина, Стасово, будем заниматься. Ремонт системы теплоснабжения, я уже более подробно пошел, чтобы уже было понимание, какие издачи стоят. Булково-43-то, Заводская-20, значит, дробь 4, Западный бульвар, Стасово-32. Также будем считать ремонт системы кровли, фасадов и фундаментов. И планируется построение газораспределенной сети по улице Степной, житель давно обращается, по лесной труда в селе Кротовка. То же самое, точнее, такая серьезная проблема, мы ее будем в этом году решать. Второе, это строительство, строительство, ремонт объекта социальной инфраструктуры, школы, детские сады, объекты спорта, значит, и культуры. Строительство детского сада по улице Отрадной, выкуп помещений по детским садом и крови «Новая жизнь». Ремонт детского сада номер 4 «Гуси-Лебеди», тоже давно об этом говорил, депутатский корпус активно поднимал эту тему, сейчас это уже в программе. Ремонт школы номер 78, 70, 27, 37, гимназии, 33, 34 в плане стоит. Ремонт школы интернат номер 16, 88, 91, 92. Ремонт многопрофильного педагогического, значит, соответственно, колледжей. Сделаем ремонт ДК в селе Боротаевска, потом, плавно, перейдем в село Луговое. Реконструируем бывшее здание ДК УАЗ для размещения культурно-технического парта «Патриот». Здоровье сберегающее население, это прежде всего строительство фоков, ремонт объектов здравоохранения, здоровье, здоровье предприятия, значит, развитие делового спорта. В 2020 году, значит, планируется ремонт плавательного бассейна «Торпеда». Это тоже очень важно, люди очень давно об этом просят. Строительство центра, значит, художественной гимнастики, значит, планируется. В 2021 году ремонт универсальный спортивный комплекс нового поколения. В 2022 год строительство крытого футбольного манежа, об этом тоже давно говорим. Соответственно, этот проект будет реализован в 2020 году. Это, я же говорю, строительские задачи до 2024 года, которые стоят. Ну и строительство, соответственно, реконструкция, значит, дворца «Одиноборск» по улице Александровской. То же самое стоит. До счета бюджета областного будут отремонтированы четвертая и пятая поликлиника, значит, центральная клиническая медико-санитарная часть Немиегорова. Посещение помещения Ульяновского областного центра профпатологии, то же самое планируется отремонтировать. Четвертый – это комплекс застройок и реноваться жилья. Тоже очень такая серьезная и достаточно, с точки зрения бюджета, объемная задача. Это на территории района реализуются проекты жилой застройки, микрорайон на юго-запад, новая жизнь. Да, есть, соответственно, люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Таких 10 домов мы буквально через 3 часа будем встречаться с теми, кто оказался так называемыми дольщиками. Будем решать, смотреть, как будем достраивать, соответственно, как будем решать вопрос как раз тех людей, которые вот в такой ситуации оказались. Кроме того, планируется переселение жителей из аварийных домов. Это улица Хваткова, номер 12-й, 14-й дом, автозаводская, 18-й дом, Ростовская, 55-й дом, Полбина, 26-й, Стасово, дом 5-7, поселок УКСМ, 4-й дом, 4-й, 5-й. Ну, безопасно качественные дороги, это строительство дороги по улице Маслова, там порядка 940 метров, соответственно, будет в этом году подъездной путь к индустриарному парку УАЗ. Ремонт улицы протяженности более 3-х километров на этом участке будет проводиться улицы Ефремов, Козаватска, Рябиков, Московский шоссе и Даватара. На обеспечение безопасности дорожного движения будет выделено там порядка 22 миллионов рублей, и поэтому сумма очень серьезная. Значит, соответственно, и мы рассчитываем, что в этом году там произойдет обновление ограждения, световых объектов, установка перильных ограждений, дорожных знаков, чтобы обеспечить безопасность, соответственно, обеспечить безопасность жителей свежего района во время передвижения их по тротуарам, соответственно, и подъездным путям. Существует много проблем трасс в этой доступности. Большое количество обращений уже сейчас, вот на встречах, где я проводил сходы с гражданами, с жителями где-то постречался, соответственно, на совещаниях. Сегодня это первое отсутствие пешеходно доступных жителей микроорона улицы Отрадной. Это сейчас, значит, на пресечении улицы Шолмова и Хошимина до остановок общественного транспорта. Проблема номер один, мы ее тоже будем решать, соответственно. Кроме того, организация сквозного проезда необходима строительство дороги по улице Отрадной до проспекта Хошимина до улицы Самарской. То же самое, люди обращаются, жители просят, чтобы этот участок был сделан. Плохая транспортная доступность у жителей микроорона Аквамарина и по улице Блуково. Необходимо организовываться сквозные проезды через эти районы. Третье. Необходимо строительство конечных разворотных площадок на оживленных улиц Шагаева, Крунково и Фремово. Нет оборудованных остановок общественного транспорта с заездными карманами. Павильоны вот новых юго-западных тоже самое. Построили микрорайон, а, соответственно, люди, значит, просят, чтобы были обязательно остановочные павильоны, чтобы могли безопасно, скажем так, стоять на остановках. Ну и пятое. Это отсутствие регулярного муниципального маршрута в аэропорт Боротаевка. Аэропорт Боротаевка работает, активно работает, поток достаточно большой. А вот регулярный маршрут, к сожалению, отсутствует сегодня. Люди об этом... Ну, соответственно, это улучшение делового климата, работа с бизнесом. Я уже об этом говорил. Прилучение инвестиций за Свияжский район. Ну, что для этого нужно? Ну, прежде всего, нужно привести, наверное, экономический анализ сильных и слабых сторон предприятий, значит, бизнеса, значит, Засвияжского района. Губернатором Ульяновской области Сергеем Ивановичем проводится огромная работа по привлечению инвестиций от нас, от муниципалитета, от Засвияжской администрации, от жителей, от предприятий. Значит, соответственно, требует что? Сделать определенную инфраструктуру, чтобы мула была, соответственно, создана для того, чтобы бизнес, значит, на комфортные условия заходил на территорию и уже осуществлял свою, соответственно, деятельность. Ну, если вот коротко, соответственно, вот такие задачи будут стоять перед администрацией Свияжского района. Спасибо. Довольно развернутая программа. Я думаю, нашим зрителям стало очень многое понятно, что будет делаться и какие основные направления будут работать в Засвияжском районе. Илья Владимирович, тогда позвольте вам задать вопрос по поводу как раз того, о чем я уже начал говорить, а вы меня одернули, так что нет, никакого заседания еще пока не было. Наверное, многим непонятно, как будет проходить это утверждение, переход из ИО, соответственно, в полноценного руководителя Засвияжского района. Просветите, пожалуйста, нас. Будет ли участие в этом городская дума или как-то без нее участие делается? Конечно, будет. Все-таки местная власть максимально приближена к жителям, к проблемам жителей. И исполнительная власть в данном случае, для того, чтобы избавиться от приставки исполняющей обязанности, мы, конечно, заслушиваем будущего руководителя района на заседании Ульяновской городской думы. Как раз таки с программой. И я думаю, что нужно определенное количество времени для того, чтобы мы увидели и саму программу, более качественно подготовленную, развернутую программу. И в том числе и для того, чтобы увидеть, как она начала уже в статусе исполняющего обязанности реализовываться. Поэтому, безусловно, заседание такое будет, и мы обязательно эту программу изучим. Ну и в рабочем порядке мы тоже и к самой программе, я думаю, будем иметь определенное отношение. Потому что коммуникация у нас сейчас выстраивается, и работать нам нужно, конечно, совместно. Наш район все-таки особенный, то есть есть своя специфика. И она связана не только с тем, что обширная пригородная зона, да, об этом уже говорили. И там свои программы, свои проблемы, которые не всегда подходят под общие стандартные механизмы решения проблем. Потому что мы каждый день работаем над решением наказов, над исполнением наказов избирателей. И мы понимаем, какой объем программ существует. И для пригородных зон часто стандартные методы не подходят. Но специфика еще и в том, что многие микрорайоны построены изначально и ориентировались на теленные заводы. Часть из которых работает, часть из которых не работает. Да, это свой менталитет, это особенности городского хозяйства в том числе. Это необходимость обновления инфраструктуры. Например, развитие и реализация проектов развития застроенных территорий. То есть реализуются же сейчас на автозаводской такие проекты, где современник, на УКСМ у нас в определенной форме реновация проходила. Вот в условиях, когда, конечно же, ни федеральных, региональных, ни местных средств на переселение быстрое и массовое не хватит. Мы же это понимаем, что это огромное количество граждан нуждается в переселении. Конечно, здесь глава района, конечно, может реанимировать многие проекты. А там огромное количество хозяйственных вопросов внутри, чтобы определенная площадка стала интересной, по-хорошему. Стала реализуемой с точки зрения развития территории. Но это как один из инструментов. Конечно, мы работаем и по действующим программам. И здесь отрадно, что появляется сильный у нас глава района, потому что в большей степени нам приходилось самостоятельно с жителями готовить те или иные проекты. То есть по некоторым мы по три раза подавали заявки. И мы все-таки научились правильно их готовить. Многие программы сегодня основаны на коммуникативных проектах, на общении жителей, на подготовке проектов, на защите этих проектов, на софинансировании в том числе. И здесь уже депутаты, конечно, готовили, реализовывали. И роль администрации района, я думаю, если она возрастет, то и побед у нас станет больше, возможностей станет больше, довольных жителей станет больше и больше решенных проблем. Ну, например, так мы действовали, когда по Камышинской аллее, по промышленной спланаде, например, вместе с жителями еще в 2017 году эти проекты готовили, обсуждали. У нас проходили деловые игры, инициативное проектирование. И вот эта только большая-большая работа позволяет в пределах нескольких лет реализовать задуманные. По народному бюджету, опять же, мы очень активно в последнее время работаем. Поэтому многие проекты, которые, казалось бы, уже стоят на месте, как фонтан, например, на Камышинской, который в центре торговли оказался, оказался по большому счету разбит и символом некоторого упадка был. Несколько лет мы работали над этим. Это точечный проект, который сопровождал конкретный депутат по округу, в данном случае Денис Константинович. Но решение проблемы состоит в том, что таких проектов должно быть гораздо больше, в десятки больше, и тогда у нас все получится. Потому что, несмотря на то, что много-много таких точек развития, есть и территории, где пока еще проблемы не решены. Например, у КСМ было развитие территории. И понятно, что плотность населения выросла, люди хотят сквер. То есть, нужно делать? Нужно. Если вот напрямую средства, напрямую нет. Нужно, опять же, готовить в комфортную среду, в другие проекты, в народные бюджеты. И здесь вот такие проекты без ног, рук и головы, которые будут сопровождать каждый день, они не могут быть реализованы. Западный бульвар, да, тоже это место по большому счету славы, там много пилонов, посвященных нашим героям. Состояние сегодня, ну, не отвечает там современному, уютному городу, каким мы хотим Ульяновск видеть. Нужно двигать эти проекты, нужно. Начали хорошо, да, Камышинское, промышленное, но и эти аллеи нужно приводить в порядок. И здесь совместная работа, я думаю, даст, ну, такой новый виток. Любые механизмы, да, шестеренки, они могут работать с разной скоростью. И вот здесь задача главы района, что называется, эти механизмы городского хозяйства в своем районе прокручивать максимально быстро, максимально эффективно. Потому что вот начал Инаиль Хосянов с чего? Содержание территории. Довольны ли наши жители тем, как содержатся тротуары, например? Нет, это объективно так, нет. Приходится ли нам в точечном ручном режиме, да, на это влиять, там, чтобы все-таки почистили, мы, депутаты, тоже на штаб в 7 утра приходим в администрацию города и вот эти требования предъявляем. Но почему так получается? Потому что Ленинский район особенный, да, все-таки он центральный, особое внимание к нему. В Заволжском районе все-таки у многих подразделений есть собственные бригады и, ну, не филиалы, ну, пусть будет подразделение, да, там, Долемстроя, того же самого. Своя бригада, да, она обслуживает только Заволжский район. Засвежский район огромный, огромное количество разных районов, новых, старых, разных. И здесь для того, чтобы вот эффективно содержание осуществлялось, безусловно, сильный, сильный глава района нужен. Идеально было бы выстроить, чтобы вот полный норматив, полное количество техники, везде все идеально. Ну, к сожалению, конечно же, ситуация улучшается и техники становится больше, но глава здесь обязательно нужен. А результат работы мы будем видеть каждый день. Вы сказали уже, наверное, озвучили и свое мнение, что нужен сильный глава района. А как депутатские корпусы относятся к кандидатуре на Иль Хосяновича? Я думаю, на примере даже можно сказать. Пусть на одном конкретном, но на примере. Вот в нашем районе нужно решать вопрос ливневой канализации, например. То есть для нас это очень актуально. Вот в Заволжском районе проблема обострялась. Когда мы в Новом городе видели очень серьезные проблемы. Острота эта проблема там спала. Это хорошо? Конечно, хорошо. Видимо это. Видимо. Нужно ли, чтобы эти проблемы ушли из перекрестка Шумова-Камышинской? На Октябрьской часто были проблемы. На Ростовской? Если внимания не уделять, то любой ливень может привести к подтоплению. Нужно ли решать эти вопросы? Конечно, нужно. Имеет опытный Иль Хосянович? Имеет. Ну и кроме конструктивной работы, которую мы всегда готовы, конечно, у нас будут определенные требования, которые мы будем обязательно предъявлять к исполнительной власти разного уровня, в том числе и главе района. Потому что отрабатывала Асоферитовна и Затульна по пятой поликлинике. Вроде бы и вопрос-то, строго говоря, казалось бы не местного значения. Но все, что находится на территории города или района, это вопрос города и района в том числе. Нужен ремонт в пятой поликлинике? Нужен. Но нужно было правильно выстроить механизмы, информирование, подвоз, да, то есть распределение по соседним учреждениям. Конечно, нужно было. Требовало Асоферитовна? Да, добивалось. Поэтому по этому же принципу мы будем выстраивать свои требования, но по всем проектам, которые идут на благо, на развитие, на обновление, будем работать вместе. Нарик Асянович, вокруг вас в Заволжском районе сложилась довольно опытная и сильная команда управленцев, совместными усилиями, с которыми вы решали многие проблемы заволжцев. Что будет в Заволжском районе? То есть вы кого-то из этой команды позовете или будете работать с теми кадрами, которые там есть? Ну вот, после моего представления, я встречался с коллективом Заволжской администрации. В целом, коллектив хороший, работоспособный, способный решать издачи, которые стоят перед сегодня жителями Заволжского района, который не поднимает, о чем сейчас Аталия Владимирович очень подробно рассказал. Значит, поговорили, соответственно, определили. Мы сейчас немножко, скажем так, переформатируем нашу работу. Должна быть система в работе, однозначно. Чтобы мы понимали, что есть проблема, жители обратились, соответственно, мы должны оперативно отреагировать и, соответственно, доложить жителям, что вот та проблема, с которой она есть, она решена. Для этого нужно оперативно быстрое реагирование. Понимаете? То, чтобы вот сегодня проблема возникла, и буквально через некоторое время, там недолго она решена, и жители видят, что власть отреагировала на проблемы, которые, соответственно, вот, с которыми мы обратились. Для этого нужны, конечно, профессиональные команды, слаженные команды, администрации Заволжского района, депутатский корпус, который является, значит, скажем, избранниками народа. Поэтому они реагируют, конечно, на те обращения, которые в круглосуточном режиме поступают. Далее предприятия, значит, бизнес, малосредний бизнес, все наши социальные, вся сфера тоже, куда дети в школу ходят, там детские сады, понимаете? То есть для нас, для власти, для Заволжской администрации сейчас самое главное, что? Если человек вышел из дома, значит, после снегопаду, увидел, что тротуар почищенный, соответственно, магистрали очищены, подошел на остановку, транспорт вовремя приходит, остановочный павильон очищен, нормативный состояние находится, то есть там ни травмы, не получил ничего, сел, скажем, маршрутку там или какой-то другой вид транспорта, все, он поехал, он забыл про власть, потому что все есть. А может, наоборот, вышел по колено в снегу, ребенок, которого там или там кто-то из родителей ведет детский сад, то же самое, по колено в снегу, он мокрый, пришел, ребенок в сад, в школу и так далее. Как он будет относиться к власти? Ну, наверное, ругать однозначно. Вот для того, чтобы создать комфортные условия, нужна хорошая профессиональная команда, понимаете? Кто готов работать сегодня со мной, требования мои все знают, я их изложил, соответственно, и я думаю, что мы с ними будем работать. Но кто, если не поймает наших оборотов, наверное, мы будем подыскивать им другую работу в этом отношении. Здесь без обид, потому что мы сегодня будем служить жителям Свияжского района, то есть выполнять, значит, соответственно, и решать те задачи, которые будут позволять, чтобы люди жили комфортно в любимом Свияжском районе. Я вчера сказал, что с вчерашнего дня, значит, мы живем в лучшем районе города Ульяновска, и люди улыбнулись, родители улыбнулись. Если улыбнулись, значит, они, значит, у них какая-то вера появилась, и, соответственно, вот то, что мы будем вместе работать. Ну, все разные. Мы все, соответственно, по должностям, значит, у нас у всех дети. Мы хотим, чтобы дети наши росли, соответственно, чтобы они учились, чтобы они стали настоящими гражданами нашей великой страны, по большому счету, нашей малой Родины. Это очень важно. Для этого мы есть, для этого есть общественность, для этого есть родители, есть полный, скажем так, весь институт, чтобы мы это сделали. Вот командой будем это, соответственно, решать. Ну, и мы должны понимать, что жители Свияжского района работают на предприятиях, да, значит, на объектах бизнеса, там, бюджетных предприятиях, чтобы тоже они должны быть защищены в любом случае, понимаете, и, соответственно, чтобы они могли нормально выполнять, значит, свои функциональные обязанности там. Ну, кто где работает, по большому счету. А мы для этого, власть нужна, чтобы вот создать им комфорт в этом отношении. Поэтому команда наша будет над этим работать. А не трудно ли было вам и не больно даже, можно так сказать, расставаться с Заволжским районом, которому столько времени было посвящено и столько усилий? Вы знаете, значит, когда я пришел главой администрации Заволжского района, многие сотрудники, с которыми я беседовал и обозначил требования, плакали. Плакали не от каких-то там обид, а от усталости, потому что пришлось очень тяжело работать, вот как сказал Леонидович, вот запускать этот маховик, для того, чтобы он заработал. А там маленькие же сателлиты пошли, по большому счету, уже дошло до каждого жителя. Тяжело было очень. Второй раз они плакали, когда я уходил, потому что все выстроено. Соответственно, команда сильная, депутатский корпус сильный, активный, такой очень такой, ну, настроен на решение проблем Заволжского района. Сильный совет директоров Заволжского района, сильный совет по самому сильному предпринимательству. У нас очень хорошо развиты, скажем, общественные институты, ТОС у нас очень активные, Заволжские, вот, общественники, управляющие компании, их 30 в Заволжском районе, тоже очень реагируют. Да, они частные компании, но я им четко сказал, что мы, значит, работаем для жителей, потому что деньги кто им оплачивает? Жители, правда ведь, они, соответственно, должны получить вот ту услугу, за которую жители платят. Они услышали нас, да, не сразу, не с первого месяца, не с первого года, но сегодня слажены команды. Несмотря на то, что они, значит, структурно нам не подчинялись, как частные компании, но не реагировали на все звонки и обращения, значит, администрации Заволжского района, депутатского корпуса, выполняли вот эти свои задачи, соответственно, может быть, иногда даже по тем серым зонам, да, так называемым, реагировали, выделяли транспорт, помогали, соответственно, и все вопросы решали. То есть сегодня в Заволжье дружная, хорошая команда, сплоченная, и мне очень приятно, что сегодня Заволжане начали улыбаться. Ментальность Заволжских жителей, Заволжского района, она в разы отличается от правобережья. Там люди, они очень терпеливые, понимаете, вот скажешь им год надо ждать для того, чтобы заасфальтировать там тротуарную дорожку, там или ямочный ремонт провести и так далее, не будут ровно год ждать. Но пройдет год один день, потом держись, если не выполнил свои обещания. Вот это вот очень так припомнит специфику и очень строго и жестко спросит за то, что они сделали. А так, общаясь вот за эти два дня, я с многими жителями уже пообщался, у меня много друзей, знакомых, значит, проживает на территории Заволжского района. Вот, соответственно, ну они готовы работать в команде, готовы делать район на самом деле хорошим, красивым, лучшим, комфортным для проживания. Для того, чтобы люди на самом деле, значит, жили и радовались своей малой родиной. Это очень важно. Ну а власть должна в этом отношении, скажем, делать все для того, чтобы вот именно создать эти хорошие условия, комфортные условия для проживания, ну в частности, жителей Заволжского района города Ульяновска. А все вопросы в Заволжском районе вы держали буквально на личном контроле. Вы ходили на субботники, ездили на общественном транспорте, смотрели, как он работает. И признаюсь, вот как журналист, ваш твиттер, который вы ввели, это был прям неисчерпаемый источник информации о том, что происходит в Заволжском районе. Я знаю, когда Сергей Сергеевич Паничин назначал вас исполняющим обязанности, он вам подарил грабли. Будет ли такая практика у субботников, проверок в Заволжском районе? Конечно, однозначно это будет, потому что мы должны делать все, чтобы еще раз говорю, с твоим личным примером выходить. Жители сегодня, ну, вот Заволжском я могу сказать, начали, значит, неравнодушно относиться к своим территориям, где они проживают. Начали больше выходить на субботники, там депутатский корпус, значит, обращался, они уже реагировали. Первые годы было сложно. Сегодня, значит, люди уже начинают, скажем так, заботиться о своей территории, там, где живут сами, где живут семьи, где они гуляют, соответственно, где они проводят, ну, всю свою жизнь, по большому счету, так ведь, значит, и с общими усилиями ТОСы. Очень большую роль, конечно, играли тоже управляющие компании, депутатский корпус, еще раз хочу сказать, вот объединенные вместе выходили и наводили порядок, дружно, соответственно, решали проблемы. После уборки, значит, вначале стал вопрос, там, с рекоператором, да, уборку, вот тут вроде мусор собрали, мешки собрали, пакеты собрали, вывезти. Рекоператор в рамках, вот, социально, скажем так, партнерства вывозил это все совершенно бесплатно, то есть, то есть, мы нашли полное, значит, понимание со всеми, вот, частными компаниями, с управляющими компаниями, с тем, которые сегодня, значит, занимаются благоустройством и созданием комфортных условий проживания. Я думаю, что однозначно субботники будут, однозначно, значит, мы будем все вместе наводить порядок на территории Савиашского района, делать его чистым, значит, благоустроенным, красивым, ну, и, как я всегда говорю, комфортным для проживания, соответственно, на территории. Я думаю, судьба Савиашского района стала более понятной и нам, и нашим зрителям, теперь главное, чтобы все воплотилось в жизнь. задуманное. Если даже не все, то большая часть из этого. Большое спасибо. 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 Спасибо.